всем привет сегодня я хочу вам показать на мой взгляд очень интересный эксперимент проводите его буду с колой и попытаюсь из этой колы вытащить как можно больше электричества так проводить его буду с колой потому что в коле есть кислота то есть по идее на мой взгляд короче можно этот эксперимент провести с любой газировкой то есть любой жидкостью где есть кислота водяной раствор кислоты и электролит это и так далее и тому подобное просто прочитав состав колы там много всяких интересных химических ингредиентов и поэтому это первое под почему я выбрал колу для этого эксперимента и второе потому что колу просто любят на ю тубе вот две причины по которой выбрал гол для этого опыта и так для этого опыта нам нужно емкость под колу в эту емкость бокал обычный вставлен медный провод который я намотал предварительно на трубу подходящего диаметра пружину сделал это у нас будет первый электрод первый контакт этому видно что тут никаких сложностей нет так есть дальше 2 болт металлический металлический болт гайку я просто поставлю для устойчивости то есть чтобы он просто у нас вот так вот стоял устойчиво стакане ну и к тому же чем больше площадь электрода я так полагаю тем больше будет сила тока нашей батарейки обычный болт тут для эстетики прикрутил проводок чтоб не приматывать проволоку не наматывать покрасивее было обычный болт я думаю а может он и необычный может в нем все и дело среду обычный обычная штамповка обычная гайка закручивается и откручивается все так чуть-чуть заподлицо сделаю чтобы стоял ровно то одну для этого еще банка колы понятно мультиметр для проверки напряжения лампочка 12 вольтовая и 12 вольтовый двигатель от автомобильного вентилятора и проверим сможет ли наша батарейка потянуть лампочку и двигатель что я не буду показывать всякие там светодиоды которые загораются даже не знаю мышка бежала хвостиком махнула светодиод загорелся это уже на никому не интересно а вот зажечь лампу накаливания именно спираль это уже посложнее для таких батареек самодельных так никола закрытая как вы понимаете запечатанное тоже чтобы не было кола запечатано так мы все наверное начнем экспериментировать вроде все показал сказал все вы видели все перед глазами никаких дублей не будет все будет сниматься одним дублем и так вставлен болт наш так чтобы он не замыкал на медный провод все ровно ровно по центру поставлю вот ровно все готово дальше теперь так чтоб мне удобнее было но пойдет видно есть у нас берем колу я думаю если вдруг случайно она у меня сейчас из кадра выйдет никто не скажет что я подменил кону колу но какую-то радиоактивную ли она стала выдавать электричество обычная кола открыли и наливаем электролит так ну и хватит электролит еще остался на то чтобы подпить после всякого нашего этого эксперимента так ну что и теперь проверяем сразу можно вольтаж проверить сколько наша кола выдаст электричество выдает наша кола елки-палки как будто через камеру и и не завалить и так один короче один электрод подсоединяем на медный провод другой на металлический и смотрим что будет так мультиметр поближе можно вам видно было видно видно поехали ой-ой-ой-ой-ой о по 21 почти 22 вольта так ну а теперь же надо проверить силу только какая днем потому что 22 40 вольт даже я получал из обычного электродвигателя так что теперь лампочку проверим лампочку как она будет показать чтобы это все работало опа лампочка горит работает правда не в полный накал сила только все таки слабоватая сила только слабоватая в нашем аккумуляторе но я опять повторюсь зажечь электрическую лампочку это для самодельной батарейки это подвиг так теперь как бы вам показать еще вот так чтобы вы видели что двигатель работает но вы его слышите сейчас оба работает и двигатель короче работает все так ну и все наверное ну что болт сдвинул но раз работает значит ничего не замкнула все нормально так но такой вот эксперимент такой фокус всем удачи подписывайтесь на мой канал и кому интересно просто в этом видео я уже на не смогу все рассказать кому интересно что да как почему это получается почему кола может выдавать 22 вольта как этот вообще экспериментах получился если вам интересно подписывайтесь на мой канал и в одном из следующих видео я покажу расскажу подробно почему это получилось как все всем удачи всем пока отдыхаем